Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 17 по 23 апреля 2023 года. Нашими помощниками сего дня будут второй темный особняк, а также повседневный оракул-ведьма. Посмотрим, что вам будет нести этот период. Период очень яркий, очень знаменательный, потому что у нас там будет коридор затмений, поэтому к чему же готовиться. Итак, позитив, негатив, ладно, пошли две карты, пусть так и будет, и совет от карты. Итак, что же у вас здесь в позитивном ключе? Рыцарь-чаш, семерка-пентако и десятка жезлов. Если вы длительный период чего-то очень долго и тяжело ожидали, то есть какого-то, знаете, сдвига с мертвой точки, какого-то прорыва, то вот по рыцарю чаш начинается это движение. Ну вот видите, дно колоды, тройка чаш. Это как соглашение, это кооперация, это возможности. Ну, например, не получали вы документов? Было тяжело, долго ждали. Ситуация сдвигается с мертвой точки, благодаря связям, союзникам, помощи. Или вы не могли переехать, долго на это решались. Сейчас складываются таковым образом обстоятельства, что осуществляется то, что вы задумали. Или были проблемы с получением денег. Вы долго ждали, там, разблокировку счета, возврат долга. То есть, знаете, вот постоянно были на стрессе из-за этих ситуаций. То все, этот вопрос для вас закрыт. Ситуация решается. Смотрим эту триаду карт с точки зрения личной жизни. Для тех, кто у нас свободен. По аркану солнца, здесь не зря изображена карта Voyage. Это как в путешествии ненавязчиво обрести легкое знакомство. Ну, то есть, это знакомство с человеком, который вам несет радость. На который вы можете, ну, не то чтобы переложить груз обязательств. Нет, ну, говорю, поплакаться в жилетку. Человек, который будет вашим единомышленником, выслушает, поможет и подскажет. Если вы в любовных треугольниках, по семерке жезлов, это как отстаивать свою точку зрения. Отстаивать эти отношения, бороться за эти отношения. И как бы это ни было долго, тяжело и мучительно, вы получаете, наконец-то говорю, просвет в этой ситуации. Потому что, смотрите, девятка жезлов, это все-таки здесь отстоять и тройка чаш, радоваться результату. Если же вы у нас в стабильных союзах. По рыцарю Пентакли здесь все стабильно, ровно и без изменений. В чем-то может быть присутствовать скука рутина от бытовых будней, трудовых будней. Но здесь уже как совместно готовиться к отдыху, к поездке, к путешествию, к переезду. Потому что одно колодый мир. Это путешествовать, это набираться каких-то эмоций, полноты жизни, красок жизни. И радоваться всему происходящему. Если рассматривать Арканы с точки зрения работы и заработка. И допустим, вы на текущем этапе не работаете и работать не можете. По Аркану суд это заниматься бытовыми делами, семейными делами. Это быть на изждевении у членов семьи. Потому что здесь источников заработка пока нет. И у вас в принципе сложный рутинный бытовой труд, бытовые обязательства. Но тем не менее вы понимаете, что это во благо вам и во благо укрепления семьи. Если вы у нас соискатель, потузу чаш. Это как приходит ответ по вашему резюме. Это когда дают вам обратную связь, что вас берут на работу. И после долгого и томительного периода ожидания вы наконец-то получаете то, чего вы хотели. Если вы у нас наемный сотрудник. Аркан мир. Отпуск, путешествие. Здесь в первую очередь может быть командировка. Да, в чем-то сложное, но тем не менее для вас продуктивное. У женщин, понятно, что это в единичном ключе. Завершение трудовой деятельности по причине декрета. И для тех, у кого свой собственный бизнес. Шестерка мечей. Активное движение. Сдвиг с мертвой точки. Если дела, кажется, в них был застой. Ничего не получалось. Если у вас опускались руки, вы все тянули на себе, то наконец-то идет облегчение. Есть помощники. Есть люди, которые вас поддерживают и направляют. Идет расширение вашей деятельности. По состоянию здоровья обращайте внимание на опорно-двигательный аппарат. В частности, на спину. Потому что здесь у кого-то могут быть ситуации, связанные с остеохондрозом. Когда где-то замкнуло, затянуло, болит, колит, давит. То есть здесь нужен будет хороший мануальчик. Физиотерапевт. Что в негативе? Башня, рыцарь мечей. Двойка пентаклей. Если с точки зрения состояния здоровья, это, как говорю, рецидив. Это когда вот замкнуло. Замкнуло капитально. Особенно, если, не дай бог, кто-то страдает радикулитом, то это, конечно, ситуация не из приятных. Потому что здесь действительно это как рецидив. Особенно, если у кого-то проблемы с почками. Ребят, может действительно обостриться здесь проблема. Причем, особенно, если вы поднимали тяжести, излишне себя нагружали, сорвали спину. То здесь, конечно, карта не из лучших. Еще в негативе. У кого-то из-за геополитических ситуаций смена места жительства. Не предвиденное для вас. Не особо вы, допустим, это планировали. Но, тем не менее, это как необходимость. И, допустим, если вы планировали. Ну, утрировано себе забронировали жилье на отпуск. Вам может прийти ответ, что отменяется бронь по ряду причин. И вам нужно будет внезапно искать какую-то альтернативу. Ну, какой-то краткий период. Совет по повешенному. Не паниковать. Знаете, как находиться в состоянии дзен. Потому что повешенное, это не только состояние, как мы видим, подвисшего каких-то момента. Это состояние покоя. Все, что не делается, все к лучшему. Не спешить. Не рвать на себе волосы. Потому что здесь, ну, все, что не происходит, все к лучшему. Значит, так должно быть. Сохранять терпение и спокойствие. И на любую происходящую ситуацию смотреть по другим углам. Почему это произошло. Значит, для чего это нужно. Там не получилось с этой недвижкой. Не вопрос получится с другой. Ну, и так далее, и тому подобное. Единственное исключение здесь касается вопросов здоровья. Здесь вы уж простите, как жертву обстоятельств. Потому что сами тому виной. Сами себя подвергли риску. Сами усугубили ситуацию. Там, не знаю, где-то вас протянуло. Не дай бог, простыли. Как следствие, случаются такие моменты. Поэтому предупрежден, значит, вооружен. И стараемся этих моментов избегать. Не перенагружать себя. Знаете, как? Не переусердствовать с нагрузками. Особенно, если вы там занимаетесь профессиональным спортом. Потому что это будет идти в минус, но не в плюс. Смотрим с вами неожиданность этого периода. Что здесь? У вас даже, смотрите. Сохраняйте состояние покоя. Но вот эти вот две карты, они фактически идентичны. Видите? О, тут, правда, медитации. Да? Для мира, для спокойствия. Для, как говорится, вашего внутреннего ощущения я. Вас карта призывает к тому, что найди свою умиротворенность. Найти этот островок отдыха, безопасности и восстановления. Тебе это нужно как никогда. Вот, отдыхаем, медитируем, восстанавливаемся. Это то, что вам необходимо в течение этих семи дней. Значит, так тому и быть. На самом деле у вас хороший расклад. У вас прекрасные карты. И закрою я вам это все дело прекрасными картами. Пусть она придет неделя ярко, комфортно. Принесет вам массу позитивных и благоприятных перемен. И впечатлений. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать. Моякните, как для вас отыгралась эта информация. Я вам буду признательна за обратную связь. С вами не прощаюсь. Благодарю за то, что вы остаетесь со мной. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!